В 14 лет Лев Кукарцев только учится писать. У подростка хромосомная патология, но у него есть шанс вести активную жизнь. Вести Урал совместно с благотворительной организацией Росфонд продолжают рассказывать о детях, которым нужна ваша помощь. В коллекции Льва Кукарцева десятки пуговиц от совсем маленьких до огромных, весом несколько килограммов. Мальчик любит их рассматривать и рисовать. Вот какую мы большую нарисуем пуговицу. Лева родился слабым и худеньким. Он даже не плакал, а мяукал, как котенок. Местные врачи сначала не знали, как лечить мальчика и только наблюдали за ним. К трём годам отставание в физическом и умственном развитии стало очень заметным. Сдвиги к лучшему появились только после того, как мама обратилась в Московский институт медицинских технологий. В протяжении мы 10 лет проходим лечение процедуры в Институте медицинских технологий города Москвы. Это единственное, что нам помогает, от чего льва развивается, от чего льва вот такой ходячий, говорящий. Хочу, чтобы написал слово «мама». Сейчас лев самостоятельно ходит, хорошо выполняет простые просьбы, возрос словарный запас, улучшилась память, зрение и слух. Но если не продолжить курс реабилитации, развитие навыков может остановиться. Мы постараемся сформировать разговорную речь, улучшить коммуникабельность, повысить концентрацию внимания на занятиях и успеваемость максимально социально адаптировать лёву. Стоимость курса реабилитации – 180 тысяч рублей. Но у мамы нет денег на лечение. Елена Кукарцева – военный пенсионер. Сына воспитывает одна, так что пенсии – их единственный доход. Помочь можете вы. Отправьте СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. В ответ вас могут попросить подтвердить перевод. Если этого не сделать, деньги до получателя не дойдут. Евгения Столярова, Денис Уразбахтин, Вести Урал.